Размышленные, 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 размышленные. Среди нас живут люди, которые отчетливо помнят свою прошлую жизнь. Их называют Джатти Смарана. Из-за этой странной памяти у них возникает много жизненных проблем. Так бедняги чувствуют естественную привязанность к своим близким родственникам из прошлой жизни. Но те не принимают их из-за совершенно неузнаваемого тела. У этих людей обычно немного расстроена психика, так как им не удается связать свою прошлую жизнь с настоящей. Редко встречаются люди, помнящие свои 2-3 предыдущие жизни. Их принято считать психически больными. Однако иногда бывают случаи, когда люди помнят сотни прошлых прожитых жизней. И даже все языки, на которых они говорили, при этом они признаются совершенно нормальными. Почти никто из нас не может четко восстановить в памяти свои прошлые жизни. Но память все же существует. Хотя иногда она действует выборочно. Например, я могу забыть имя знакомого человека, но буду помнить, как с ним себя вести. Потому что сохранилась память взаимоотношений. Иногда, уже при первой встрече с человеком, я чувствую, что очень хорошо знаю его. Некоторые люди боятся высоты, хотя и не помнят опыта падений. Кто-то приходит в ужас от вида огня, а кто-то все время ждет войны. Есть люди, которые всю жизнь совершенно беспричинно думают, что их бросит близкий человек. В детстве мне ничего не говорили о Боге, только убеждали, что его вовсе не существует. Но когда я смотрел в безоблачное небо, меня не покидало уверенность, что кто-то смотрит на меня оттуда. Очень часто человек, попадая в трудные жизненные обстоятельства, начинает обращаться к Богу, хотя никогда не видел его. Память, существующую в тонкой форме, называют интуицией. Нельзя отрицать ее существование. Это даже скорее напоминание, чем сама память. Ученые называют этот феномен инстинктом. Субтитры создавал DimaTorzok